Граффити Софии Киевской Можно нарваться на нарушение закона Но вот в Древней Руси Отношение к подобной практике Было не столь однозначным Об этом мы и расскажем в новом выпуске Здесь был Вася По-древнерусски Как портить фрески и остаться в веках Княжеские автографы на стенах С одной стороны Церковный устав князя Владимира Резание на стенах не одобряет Ты ставит в один ряд С ведьмовством Кражи церковного имущества И расхищением могил С другой Такая практика упоминается Без какого-либо осуждения Даже в былинах На часовне подписал свое имечко Ехал такой-то сильный Могучий богатырь Илья Муромец, сын Иванович Мы, конечно, не знаем Какое именно резание по стенам Считалось предосудительным Но в практике, о которой мы будем говорить Принимали участие не только Обычные люди с улицы Но даже священники Князья и бояре Святая София Киевская Как русская митрополия Привлекала массу паломников И многие из них Оставляли автографы В памяти Своем посещении святыни Такие надписи Называются итальянским словом Граффити С ударением Именно на второй слог Конечно, менталитет людей Одиннадцатого-двенадцатого веков Во многом отличался от нравов Жителей двадцатого-двадцать первого века Поэтому встретить в Софии надписи «Аля Лена плюс Сережа равно любовь» Или «Здесь был Вася» Затруднительно Хотя аналоги надписей о Васе встречаются Матей писал Лаконично сообщает нам о себе Некто уверенным размашистым почерком Свойственным одиннадцатому веку Иван Дьяк Давыдов Еще проще представляется нам кто-то Или писал Ставр Городятинич Более пафосно сообщает нам другой автор Рядом с ней располагается другая надпись Вероятно, того же автора «Господи, помози рабу своему Ставрами Недостойному рабу твоему» Такие молитвенные призывы И покаянные возгласы Важная тема Софийских надписей И действительно, их довольно много «Господи, помози рабу своему Георгию» «Господи, помози рабу своему Григорьеве» «Аминь» «Господи, помози рабу своему Иоанну Грешному» «Ижесе Писан» «Аминь» «Михаил убогий, а грехом богатый» писал «Господи, помози ему» «Есть и, собственно, Василью» «Господи, помози рабу своему Васильеве» «Грешному помози ему» Такие надписи можно воспринимать как своего рода вечные помятники Ведь книги и бумаги могут сгореть А стены Софии Киевской Все еще содержат просьбы о молитвах наших далеких предков Но среди таких молений можно встретить И лаконичное, анонимное, покаянное сообщение «Блуд сотворил в свят день» Особого внимания заслуживают граффити, Расположенные на хорах Софии Ведь это место, куда в XI-XIII веках Не было доступа простым смертным Здесь молились великокняжеская семья и их приближенные Оказывается, что и правители Древней Руси Не очень отставали от своих подданных в деле писания на стенах В северной части хоров, на женской половине На одном из столбов можно увидеть такую надпись «Господи, помози рабе своей Алисаве» «Святополчьей матери, русской княгине» И ниже находится приписка другой рукой «А аз дописал» «Сыны святополчей» Большинство исследователей склонны считать, что в надписи речь идет об одной из жен великого князя Изяслава I Ярославовича От брака с которым родился святополк Со временем занявший Киевский престол По всей видимости, надпись была создана Именно во времена княжения сына Алисавы Великого князя святополка II Изяславича И вполне вероятно, что сынов святополчих В молении о своей матери дописал он сам Тем более, что рядом с первой надписью На том же столбе можно прочитать «Господи, помози рабу своему Михаилу» А ведь Михаил – это крестельное имя святополка II Но не только молитвы несут в себе Древнерусские граффити Софийского храма На его стенах есть записи о событиях, Которые в той или иной мере поразили современников Одна из самых драматичных надписей На летописном языке сообщает В 6562-й, то есть в 1054-м году нашего летоисчисления Месяца февраля 20-го – кончина царя нашего Что вполне соответствует записи ипатьевской летописи В этот самый 6562-й, 1054-й год Представился князь русский Ярослав Предаст душу свою месяца февраля В 20-ю, в субботу, первой недели поста Наименование Ярослава Мудрого царем Не первый раз демонстрирует Особое уважение, которое к нему питали подданные Встречаются также граффити, сообщающие О погребении и восшествии на престол князей Поставлении епископов и так далее Большинство письменных памятников древности Находятся в особых хранилищах Они обычно доступны лишь исследователям Чаще мы можем видеть только фотографии раритетов Но в Софии Киевской драгоценные свидетельства Жизни наших далеких предков Не скрыты от обычного человека Можно прийти и увидеть все своими глазами Редактор субтитров А.Семкин